Мы находимся на Household Expo, разговариваем с нашими гостями-экспертами, здесь есть деловая программа. Ия, вы выступали, рассказывали, расскажите, что болит у аудитории, что болит у рынка и вообще чего беспокоятся участники рынка? Ну, мы находимся на выставке Household, поэтому я, наверное, буду говорить в ракурсе того, что я сегодня ощутила, почувствовала на уровне вопросов, на уровне запросов так даже, шире можно сказать, да. Ну, во-первых, конечно, болит, как продвигаться, чтобы денег не тратить. Это вопрос про сарафанное радио, да, это вопрос про то, как не вкладываться в коммуникативный процесс, а трафик и результат иметь. Многие думают по старинке, что это невозможно. Нет, дорогие друзья, это очень даже возможно и очень даже технично, и просто надо знать, что делать. Сел, сделал первое, второе, третье, ну, дальше получилось само. Вот. Далее, очень сильно болит сервисное наполнение. Ну, то есть, по-разному люди называют, вот, но если говорить терминологией, то это будет сервисное сопровождение нашего клиента. Вот, по большому счету, сегодня есть три места, где можно взять конкурентное преимущество, дорогие друзья. Первое место – это системное делание. Не важно, в любом бизнес-процессе система, она себя все оправдывает, деньги есть там, где есть система. Второе – это креативное мышление, это те же задачи, которые решают конкуренты, решайте и вы, но вы решаете их по-другому, абсолютно по-другому, может быть, даже совершенно неожиданно и кажется даже слегка сумасшедшенкой. Вот. И третье – это наличие эмпатии, я бы так сказала, да, у бизнесменов. То есть, наличие понимания, что человек хочет, клиент имеется в виду, да, что хочет, что у него болит и что нужно взять и устранить, так скажем. Вот. И если он, например, переживает, что у вас, например, высокие цены, как прямо на входе в магазин сказать, что нет, цены у нас не такие высокие, дорогие, как ты думаешь. Или, например, он приходит и говорит, а у вас маленький ассортимент, он сидит дома и думает, маленький ассортимент. Это как ему до прихода в магазин дать понять, что нет, ассортимент у нас прекрасный и понавляется раз в неделю. То есть, вот такие мы находим страхи наших клиентов и их уничтожаем в зародыше, я бы так сказала. Вот. Поэтому малобюджетное продвижение и, пожалуй, сервисное наполнение работы с клиентом. Вот две боли, о которых мы сегодня говорили. А аудитория вообще готова слушать и применять? Или она просто слушает, говорит, прикольно, очень здорово, инструменты, но у нас денег нет, мы будем по старинке ничего не делать? Так я и говорила про те ситуации, где денег нет и про те инструменты, где денег нет. То есть, если они сейчас не возьмут и это все не сделают, я их просто не пойму. Если мы видим хорошую идею, надо ее, ну, брать и запускать свой бизнес. А поскольку мы для них сегодня идеи делали, я же не работаю в других жанрах, я же работаю в жанре только мозгового штурма и все. Вот. А поэтому они оставаются только записывать, ну, я не знаю, когда они домой приедут, послезавтра, и начать их притворять. Ну, если нет, ну, и зачем-то на выставку съездили. Вопрос открытый. Вопрос открытый? Я смотрю, закрывать вы его не собираетесь. Записывайте и применяйте те знания, которые передает вам Ия. Не переключайте. Остальные тоже. Что, Ия только, что ли? Не только, значит, слушаем Ия. Крутые тоже будут спикеры работать. Друзья, не переключайте, скоро включение с новыми экспертами. Друзья, не переключайте. 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 Продолжение следует...